В результате введения цифровой маркировки и прослеживаемости официальный импорт обуви увеличился на 30% с 37,2 млн до 53,1 млн пар. А объем уплаченных налогов по импортированной обувной продукции в виде НДС и таможенных пошлин вырос на 38% по данным Министерства финансов. Напомним, обязательная маркировка обувных изделий в Казахстане введена с 1 ноября 2021 года в целях сокращения теневого оборота обуви, который, согласно оценкам экспертов, достигает 48%. Мы, как технологический партнер государства, внедряем и обучаем участников оборота, для того, чтобы как можно меньше маркировка повлияла на их бизнес-процессы. В частности, мы проводим консультации, разъяснительные работы, помощь во внедрении. Импортер или производитель наносит цифровую маркировку на свою обувь. В дальнейшем этот код прослеживается от непосредственно производителя-импортера до потребителя. Что же получает потребитель? Он абсолютно бесплатно может с помощью мобильного приложения Нахтуэнам, отсканировав этот код, получить информацию о товаре, который покупает. Напомним, в Казахстане система маркировки и прослеживаемости распространяется на три товарные группы. Первая – табак, для которого код маркировки заменил функцию акцизной марки с 1 января 2022 года. Вторая – обувные товары с 1 ноября 2021 года и с 1 июля 2022 года поэтапное введение маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Товарные группы, подлежащие обязательной маркировке, выбираются по таким критериям, как высокий уровень теневой экономики и высокая угроза здоровью населения. То есть, как выглядит система нанесения непосредственно самой маркировки. То есть, любой участник оборота товаров регистрируется в системе маркировки, получает соответствующие коды маркировки, передает на электронную почту, скажем, своим поставщикам при формировании заказов той обуви, которую планируется ввозить в Республику Казахстан. В свою очередь, на своей стороне поставщики уже проводят непосредственно распечатку этих кодов, проводят непосредственно нанесение при формировании грузов, и товар уже полноценно проходит на территорию Республики Казахстан, уже промаркированная. Правила маркировки и прослеживаемости товаров были внедрены в Казахстане в рамках соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, а также законы РК о регулировании товарной деятельности, которые начали действовать весной 2019 года.